Он мечтал снимать фильмы, но связал свою жизнь с авиацией. Как говорит сам Валерий Тарасов, в эту сферу он попал случайно. После окончания школы большинство одноклассников подали документы в Харьковский авиационный институт. Он заодно. Я попал в авиацию, потому что занесло, скажем так, а неосознанно. Не было в те годы сформировано у меня какое-то отношение к авиации особо. Были какие-то фантазии. Ну а когда стал учиться в Харьковском авиационном институте, естественно, там любого заразят авиацией. На авиационный завод Валерий Тарасов пришел 40 лет назад. Начинал с мастера производственного отдела. Теперь же он непосредственно связан с конструированием новых модификаций вертолета Ми-171. Я же занимаюсь сейчас тем, чтобы быть связующим звеном между заводом и разработчиком. Мы за именем Миля, который занимается разработкой именно вертолета на авиационной технике. Наша роль достаточно такая скромная. А работа с разработанной конструкцией, с тем, чтобы ее запустить в производство, с тем, чтобы ее правильно изготовить, сопровождать серийное изготовление. Вот это не исключает, конечно, и таких работ действительно чисто конструкторских. Ми-171А2 – это глубокая модернизация вертолетов семейства Ми-817. Он маневреннее, вместительнее. Винтокрылая машина может безопасно перевозить пассажиров и грузы днем и ночью, даже в сложных метеоусловиях. Комплектацию меняет в зависимости от потребностей заказчика. Если мы сравним с другими вертолетами, то здесь по-другому выполнена она. Связано с тем, что на этот вертолет был установлен новый комплекс бортового оборудования, в состав которого входит круглосуточная обзорная система. И необходимо было сюда встроить модуль, лазерный телетепловизионный модуль. От разработки до опытного образца прошло немало лет. Сегодня Ми-171А2 запущен в серийное производство. Первым российским эксплуатантом новой машины стала компания «ЮТЕЙР». Изготовлен первый вертолет для Индии. И это результат большой и кропотливой работы людей, которые всецело отдают себя авиациям. Екатерина Устюшенко, Николай Дулбаев, телекомпания АТВ.